К преждевременной раскопке радиоактивного могильника под Кропивницким причастны местные коммунальщики. Две недели назад, я напомню, неизвестные с помощью спецтехники раскопали остатки токсичного металла, захороненные 30 лет назад. Куда и зачем вывезли фонящие отходы и кому принадлежит изъятый экскаватор, выясняла Елена Брынза. Раскопанная земля, разбитые контейнеры, горы металла. Так выглядел радиоактивный могильник две недели назад. Остатки промышленного оборудования, обученные СЕЗИМ-137, почти 30 лет назад вывезли из местного строительного предприятия и закопали. Трехать их нельзя минимум 300 лет, ведь понят они до сих пор. Для вскрытия могильника охотники за металлоломом использовали спецтехнику. Полиция изъяла с места преступления вот этот экскаватор, который нелегалы в спешке бросили рядом. Речь идет о главном инженере коммунального предприятия «Универсал-2005» Игоре Тюрине. В его декларации за прошлый год указан этот экскаватор, оцененный в чуть больше 40 тысяч гривен. Каким образом списанная коммунальная техника попала в личное имущество чиновника? При каких обстоятельствах оказался этот экскаватор на месте раскопанного могильника? Ответы мы пытались узнать у самого Тюрина. В полиции по факту незаконных раскопок еще три недели назад открыли уголовное производство за нанесение ущерба окружающей среде. Но пока ничего не комментируют, дескать, тайна следствия. Разрытый могильник закопали, а в мэрии до сих пор так и не решили, куда вывести радиоактивные отходы и как их утилизировать. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий.